Приветствую вас! В первую очередь, хотел вам сказать, что решение таких вопросов принимают только вам с мужем, вот, и больше никому, потому что ребенок этот ваш, я думаю, что только вам с мужем нужно решить вопрос. Жить ему или нет. У вас произошло такое событие, как незапланированная беременность. И, соответственно, если у вас есть незапланированная беременность, да, то это говорит о том, что, ну, как-то вот вы себя, ну, ведете, не так, как надо быть, да, возможно. То есть, то есть, ну, беременность же, она как-то случилась, да, то есть она же появилась в результате, того, что вы не соблюдали правила безопасности, вот, при занятии сексом. И, соответственно, желательно бы определить, почему не были соблюдены эти правила безопасности. Вот. Может быть, вы хотели ребенка в глубине души, да. Может быть, вам чего-то не хватает, ну, допустим, с мужем, вот, что вы хотите оставить ребенка. Я согласен с коллегой в том, что есть такое слово, как ответственность. И мало, мало, мало одного желания просто отдают ребенку. Понимаете, если ребенок родится, он будет страдать, да, будет мутиться из-за того, что вы не сможете его обеспечивать, то никому лучше от этого не будет. Ни ему, ни вам. Ни мужу, вашему, вашему. Вот. Поэтому смотрите объективе на свои ресурсы. Вот. Если вы знаете, что вы не потянете, а если и потянете, то путем угрозы ваших отношений, да, угрозы для ваших отношений, скажем так, то, конечно, в таком случае, изражать ребенку, ну, явно не стоит. Вот. И сядьте с мужем и поговорите, обсудите этот вопрос. Просто сядьте и поговорите с мужем на эту тему. Как он хочет, чтобы было. Как вы хотите, чтобы было. Вот. Вот. Для чего ребенок вам, например? Ну, просто зачем вам ребенок? Вот. Знаете, ребеночек не живой еще. Он не сформировался как человек. Вот. Знаете, но то, что вы говорите, что он живой, да, вот эта история, это, как бы, оправдание, это защита. Это оправдание против, возможно, своей, ну, своей безответственности, своей ошибки. Вот. Понимаете? Поэтому, мне кажется, мне кажется, следствию нужно подходить не с чувством виде, вины, да. То есть, не сохранять, если не сохранять ребенка из-за вины, из-за чувства вины. Потому что это, ну, это странные отношения. Тогда будут, вот, если из-за чувства вины сохранять ребенка. Вот. А именно, по ресурсам. Вот. Ну, получилось так, что, получилось так, что не запланировано. Ну, бывает. Ну, бывает. Бывает. Что же поделать. Вот. Ну, вы не продолжаете дальше эту линию поведения. Более сознательно подходить к вопросу. Понимаете? Более сознательно. Именно. То есть, более конкретно. То есть, вот ситуация, как бы есть, да. Ситуация имеется. Вот. И что я готова, например, в этой ситуации делать. Да? Вот. И все. Понимаете? То есть, тут, конечно, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потом, 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 уже можно будет о всём договаривать. Знаете, если вы оставите ребёнка, да, если оставить ребёнка, есть большой риск того, что вы не научитесь ответственности, научитесь более ответственно подходить к, ну, к своему поведению, к своему выбору, к своим целам. Вот. Есть такая вот вероятность. То есть, не научитесь оценить то, что с вами происходит, к сожалению. Вот. Так что, вот, такая история. Решать вам. Вот. А я думаю, что этот вопрос в любом случае, нужно с мужем разбирать вам. Вот. В любом случае, с мужем попросить и исследовать. Вот. Может быть, даже имеет смысл с мужем на консультацию прийти и обсудить это. Вот. Но ещё раз, ребёнок не может получить жизнь из-за чувства вины вашей. Вашего чувства вины. Не может. Вот. Ну, и здесь, конечно, недостаток информации. Ваши тоже играют роль. Вот. Конечно же. Подумайте таким образом. А что будет, если вы здесь сейчас сделаете работу? Вот. Вы говорите, что хотите и хотите его оставить. Зачем? Для чего? Для чего? Ну, вот. Лично вам, для чего его оставлять? Чтобы что? Конкретно. Вот. Это важно. Очень важно. То есть, зачем вам второй ребёнок, если у вас вообще есть, ну, проблемы сейчас. Проблема именно... Ну, финансово. Подумайте. 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 Взверьте все хорошенько. Вот. И примите решение. Потому что, если... Амм... Если решение... Если решение... которое вы примете будет идти в разрез с желаниями например мужа то вы рискуете его потерять своего мужа я не думаю я не думаю не думаю что это будет для вас чем то хорошим поэтому вот то есть набрите на перспективу набрите именно на перспективу на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим а я желаю вам всего самого доброго обратите внимание на то что вы не задаете вопрос то есть вы просто вот высказали да и все а хотите для чего а психолога вам собственно что нужно то есть как мы вам можем помочь в чем в чем вот чтобы не было на работе да чтобы не было родительской полиции в чем мы можем вам помочь чем мы можем вам помочь что мы можем для вас сделать я вам желаю всего самого доброго удачи и успешного разрешения данной ситуации спасибо Продолжение следует...